Всем привет, это Гитатру и сегодня у нас обзор хамажика модели Сигул 1963 Хамажик выпускается товарищем Томасом, который раньше работал на фабрике Сигул Поэтому имеет доступ как к запчастям оригинальным, так и к чертежам, дизайнам и так далее Механизм в часах это переделанный китайцами швейцарский Вену-175, который они назвали СТ-1901 Это было давно, уже более 50 лет назад переделано, соответственно с небольшими доработочками Механизм достаточно надежный и в повседневной носке, но тем не менее он может быть не очень точный И еще одна его проблема, это при недостаточном контроле качества все-таки процент брака высокий Вот если вы знаете историю Магре, там у Диона большие проблемы были с этим механизмом Поэтому я все-таки немножко сомневался в этом механизме Но в итоге оказалось, что все не так уж и плохо Я бы даже сказал, что все замечательно Так вот, модель 38 мм, выпуклое акриловое стекло, сделано как оригинал, все как надо Стрелочки здесь до конца достают Логотипчик, вот тут видите, сигул у нас есть на заводной головочке Все у нас идет хорошо, жестко нужно нажимать кнопки вот в этом механизме, это такая особенность Заряд держит более суток, даже где-то полтора суток держит Для данных часов это очень хороший показатель Очень хорошо сделаны часы, косяков вообще здесь нет С механизмом никаких проблем не было, хотя достаточно активно пользуются Ремешок в базе, естественно, дрянь, как у большинства китайцев, таких кустарных Ну вот здесь мы поставили РИОС, немецкий ремешок И все хорошо, очень аккуратно, современно смотрятся эти часы Давайте покажу вам, как красиво стрелочка у нас перепрыгивает резко на отметку 12 часов Все замечательно Так, модель 42 мм, это уже самоделка от Томаса Она не имеет никакого отношения с историей Просто увеличенный циферблат Соответственно, стекло здесь тоже акриловое, но уже не такое выпуклое, оно плоское Соответственно, меньше царапается, но на мой взгляд оно не такое аутентичное Не такое винтажное И часы уже смотрятся более современно, но может быть чуть проще даже, чем модель 38 мм Все-таки выпуклое стекло, оно дает о себе знать в положительную сторону С этой моделью связан такой неприятный косяк Томас не стал удлинять стрелки, просто вот какие были, такие поставил От модели 38 мм, соответственно, они до конца не достают И вот здесь, вы видите, даже метку не закрывают Это, на мой взгляд, серьезная недоработка На циферблате здесь написано «Жон Гуо» В отметке 6 часов, это, видимо, Томас себя тут переписал Ну, что поделать, парень, свой собственный фактически дизайн забацан Ремешок здесь тоже стоит немецкий, оригинальный, там был коричневый Такой, что его вообще страшно не усмотреть, поэтому сразу он был убран в далекий ящик Хорошо идет механизм, мягко, плавно заводится сразу Что касается не использования хронометра, а просто использования обычных часов В качестве обычных часов, то абсолютно никаких проблем нет Очень надежные, в любой ситуации можно ими пользоваться Ну, ничего такого плохого нет Правда, с механизмом вот недавно начался небольшой косячок Сейчас покажу Включаем хронограф, и видите, стрелочка немножко прыгает назад Это достаточно частая болезнь данного хронографа Она, ну, достаточно просто лечится Но в моем случае, честно говоря, желания никакого нет их поправлять Потому что для меня это несущественная недоработка Несущественный косячок Да и, собственно, я не пользуюсь хронографом вообще Ну, потому что, наверное, часы сейчас не предназначены для этих целей А так, в целом, часы просто замечательные Стоят они порядка 200 долларов 220 стоит вот модель 42 миллиметра 200, по-моему, стоит 38 миллиметров Ну, наверное, за такие деньги лучше часов с таким механизмом вы не найдете Конечно, есть другие варианты Там та же Альфа выпускает Ну, сами понимаете, контроль качества У Альфы он не такой, как у товарища Томаса Тем более у Томаса без проблем все можно заменить И вышли часы обратно Спасибо за внимание Смотрите наши обзоры Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok